Банк развития проведет экспертизу всех проектов инициативы «Один район, один проект» и профинансирует большую их часть. Речь о выполнении поручения главы государства местным органам власти о создании в каждом райцентре производства с трудоустройством до 150 человек. Это позволит снизить миграцию из районных в областные центры. Финучреждение имеет средства для льготного кредитования, открытия и развития инициатив в сфере предпринимательства и создания новых производств. На 10 миллионов долларов поставлено за рубеж автофургонов, грузовых прицепов и рефрижераторов белорусского производства. Основные покупатели – торговые, туристические и коммунальные предприятия. Наиболее востребованы изотермические кузова на шасси автомобиля «МАЗ». Они оснащены холодильными установками, которые обеспечивают температуру до минус 20. Львиная доля их поставляется в Россию. Минобор запустил горячую линию по вопросам вступительной кампании и централизованного экзамена. Любой вопрос можно задать до 28 апреля. В субботу, напомню, на базе 144 пунктов прошло репетиционное испытание. Участие в нем приняли около 53 тысяч школьников. Результаты будут известны на сайте РИКС через 2-3 недели. В УВД Могилевского обл. исполкома прошла коллегия по итогам работы за 2022-й. За год в области сократилось количество и удельный вес рецидивов, сохранилась положительная динамика снижения аварийности. Установлены подозреваемые по всем умышленным убийствам, причинениям тяжких телесных, разбойным нападениям, изнасилованием, грабежам, кражам и угоном авто. Также были награждены сотрудники, которые достигли высоких показателей, и руководители лучших подразделений. Это УВД Бобруйского горисполкома Осиповичский и Мстиславский РОВД. Два человека погибли. Еще четверо в больнице в результате ДТП под Бобруйском. Авария произошла около 8 вечера в пятницу на 31-м километре дороги Бобруйск-Мозырь. По предварительной информации, 23-летний водитель Форда при обгоне вылетел на встречку и столкнулся с Пежо. Продолжение следует...